Является ли Бог сионистом? Перед тем, как ответить на вопрос, является ли Бог сионистом, нам, прежде всего, необходимо определить термин «сионист». Сионист — это просто человек, который верит, что еврейский народ должен иметь родину в том месте, где сейчас Израиль. Вот и все. Основываясь на этом определении, мы можем сказать, что да, определенно, Бог сионист. Почему я настолько уверен? Во-первых, Писание совершенно ясно говорит, что земля Израиля должна на долгое время быть родиной для еврейского народа. И когда я говорю «свершенно ясно», я имею в виду «совершенно ясно». Сам Бог пообещал это, снова и снова и снова повторяя это в различных текстах. Наиболее ясно в Псалме 104. По сути, в одном только этом отрывке эта тема повторяется так часто на разные лады, что это может показаться излишним. Господь подчеркивает свою точку зрения. Псалом говорит, «Он помнит свой завет вечно, слово, данное им для тысяч поколений, завет, что он заключил с Авраамом и клятву его Исааку. Утвердил он это Иакову в закон и Израилю вечным заветом, сказав, «Я отдам тебе ханаанскую землю в удел твоего наследия». Обратите внимание на использованные слова. Это Божий завет и Его вечный завет. Обетование, которое Он дал, и Его закон — это нечто, о чем Он поклялся и что утвердил. Он вечный на тысячу родов. Мог ли Он выразиться яснее? Это правда, что в рамках закона Синайского завета Бог сказал, что Он изгонит народ с их земли, если они согрешат, и вернет их назад, только если они покаются. Но это не аннулирует предыдущих обетований. Как объясняет Павел, я говорю то, что закон Тора, явившийся спустя 430 лет, то есть через 430 лет после того, как Бог дал свое обетование Аврааму, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал Оное по обетованию. Это обетование все еще действует, а это значит, что Бог все еще сионист. Во-вторых, невозможно объяснить существование еврейского народа на их древней родине сегодня без божественного вмешательства. Нет ни одного другого народа, который бы находился в изгнании, за пределами своей страны в течение многих сотен лет — и при этом сохранил свою идентичность, а затем вернулся на свою древнюю родину. Все другие народы, которые были в рассеянии за пределами своей родины в течение сотен лет, прекратили свое существование как народы. Кроме одного исключения, кроме еврейского народа И заметьте, что еврейский народ выжил как народ, несмотря на столетия ужасных страданий Будучи изгоняемым из одной страны за другой, загоняемым в гетто, неизводимым до граждан второго сорта Иногда даже сталкиваясь с уничтожением, последний раз при нацистах Если еврейский народ жив, как это поется на иврите «Ам Исраэль Хай», то это потому, что Бог сохранил их Будучи сам евреем, я могу сказать, Он сохранил нас Не из-за нашей верности, но из-за Его верности Не из-за того, что мы хорошие, но потому, что Он благ И только подумайте, нацисты убили 6 миллионов евреев Две трети всех евреев Европы И тем не менее, сегодня есть более 6 миллионов евреев, которые живут в Израиле Это не могло произойти без руки Божьей Не верьте мне на слово, это также подтверждается Писанием, основываясь на простой библейской логике Понимаете, согласно Писаниям, когда Бог благословляет, никто не может проклясть Когда Он проклинает, никто не может благословить Когда Он открывает двери, никто не может затворить их А когда Он затворяет двери, никто не может открыть их Когда Он поражает, никто не может исцелить Когда Он исцеляет, никто не может поразить Точно так же, когда Он собирает, никто не может рассеять А когда Он рассеивает, никто не может собрать Поскольку Библия говорит нам, что Бог рассеял еврейский народ в Своем гневе Есть только один возможный способ, как они могут вернуться сегодня в землю Израиля Сам Бог собрал их. Предполагать, что сами евреи и Организация Объединенных Наций восстановили Израиль, это значит сказать, что Божья воля была низвергнута человеческими усилиями. Откажитесь от этой мысли. Это также объясняет, почему существует такая враждебность государству Израиль, почему так много радикальных групп хотят уничтожить еврейское государство, почему народы мира хотят определять границы Израиля, почему те же народы отказываются признавать Иерусалим столицей Израиля. Это та же картина, которая существовала на протяжении тысячелетий. Народы мира враждебны целям Бога и особенно его целям для Израиля. Это не значит, что все, что делает Израиль, правильно, а все, что делают палестинцы, неправильно. Это не значит, что любящие Бога Библии не должны искать справедливости для всех ближневосточных народов. Но это значит, что государство Израиль существует сегодня, потому что Бог постановил так. И это значит, что Бог — сионист. Субтитры создавал DimaTorzok